Здравствуйте! Магазин NSKFON.RU приветствует вас! На этом видео мы вам покажем, насколько отличается потребление тока нового процессора на одинаковых задачах. Сравним два процессора. Новейший MT6592 восьмиядерный и с прошлогодним процессором MT6589, который турбо. Здесь у нас с вами 1,5 ГГц, здесь у нас 1700 МГц. Итак, поставлено в воспроизведение одно и то же видео. И воспроизводится оно, то есть декодируется оно с помощью графических ядер. Разрешение Full HD на каждом из смартфонов. И видно, что потребление 4 графических ядер Mali-450 на несколько десятых ампера выше, чем у этого смартфона. Особенно характерны, заметны скачки увеличения потребления тока при измене кадров сцен. Ну, если, допустим, сцена вот такая, плавно меняющаяся, тогда тут порядка 3,7 Вольт. А если у нас кадры меняются быстро, смена плавно происходит, то возникают скачки. На самом деле, это графические ядра гораздо более мощное, чем то, которое на 89-м процессоре. И там существует пропуск кадров. В общем, такое сравнение показывает нам, что это более мощное графическое ядро потребляет больше тока приблизительно на 0,04 А. Так, теперь давайте перейдем в другой режим. И попробуем декодировать видео программно, чтобы сравнить работу уже арифметических ядер процессов. Настройки, декодер. Так, и ставим галочки против программного декодирования. Так, и то же самое делаем здесь. Так. Сейчас потребление тока увеличилось, это естественно, потому что используется не предназначенное для этого техника, а именно арифметическое ядро непосредственно процессора. Потребление тока стало больше. Но обратите внимание, что потребление практически одно и то же. И иногда, ну вот, наверное, надо сейчас еще вернуть назад, на несколько десятых здесь у нас получается меньше потребления. То есть этот процессор более эффективный. Так. Ну, или так же, или на 1,02 на процессоре 6592 меньше. В общем, какой вывод из этого можно сделать? Поскольку запущены две совершенно одинаковых задачи выполняются на обоих смартфонах, здесь процессор имеет 8 ядер, здесь 4, но они все целиком не используются ни здесь, ни здесь. То есть нагрузка на эти смартфоны одинакова. И мы видим, что энергопотребление точно такое же одинаковое. То есть смартфоны на процессорах MT6592 не будут потреблять больше энергии, чем смартфоны на процессорах MT6589. Спасибо за внимание.